Я много скажу по фотографии без этого на симпозиуме и после, но вот то, что для себя, ну ты наверно увидел определенную тенденцию, что я для себя как бы понял. Вот оно имеет по сути своей определенную форму. То есть, вот смотри, каждый город, он как бы требует подгород фотоаппарата. То есть, по сути, вот ни один фотограф, он не сможет раскрыть свой потенциал взгляда, попадая вот в город первый раз. Он не знает, с чем он будет иметь дело. И вот, короче, вот эти вот поездки каждый день, они, в общем-то, для меня лично вот очень много вопросов поставили, которые, как бы, вот, в общем-то, ну требуют решения сегодня. Вот, например, я вижу кадр, я его не могу сделать. Я вижу кадр, я его не могу сделать. То есть, по сути своей, я мог бы сделать этот кадр, если у меня был бы другой фотоаппарат, а у меня нет другого фотоаппарата. И вот эти вот все S, ну, лейки и так далее, они тоже все очень ограниченные, по причине того, что с этой камерой можно приезжать тогда, когда ты знаешь уже город, знаешь, что ты хочешь, у тебя уже есть план какой-то и так далее, фотографирование. И тогда, да, тогда, ну, идешь себе спокойно, как бы, выполняешь программу, которую ты себе замыслил, да, кино это снимаешь и все. Но когда ты не знаешь, какое кино, и в какое кино ты попадешь, тогда это... И я вот в этот раз фотографировал, ну, по-разному пробовал. И вот, например, я Пизу угадал. Да, Пиза, она вот, сегодня пришли сканы фотографии, и она, вот, фотографии именно отображают суть Пизы. Да, то есть, я Пизу угадал. Вот, например, я приехал в Равену, у меня была такая конфигурация, у меня были с собой средние форматы, и у меня был Маринин, этот, Кэнон. 600. Да, и вот этот Кэнон, он оказался лучше, чем все средние форматы вместе взяты именно в этом городе. Вот. Там длинные расстояния, там длинные расстояния, там даже 200 не хватает. Даже 200? Да, и нужен фотоаппарат с длинным фокусом и с отличным стабилизатором мягким, как для видео, который медленно движется вперед-назад. И вот, по сути, вот, если снимать Равену, то вот лучше фотоаппарата, вот, чем такой, как бы, ну, не придумаешь. То есть, вот, по сути, своей. То есть, возможно, даже если я взял, ну, скажем так, Niken F6 70-200, возможно, это как-то решило бы вопрос. Ну, как-то решило бы вопрос. Но, так как вот с Кэноном, вот с этим, ну, не решило бы однозначно. То есть, я не получил бы тех кадров, которые я увидел, и которые можно было бы сделать. То есть, по сути, своей, вот, ну, все фотоаппараты, они, в общем-то, имеют определенные ограничения. И вот, как понять, вот, то есть, как изучить, ну, город до того, как ехать, что в него брать с собой? А возможно это? Да, это возможно. Да. И будет технология? Да, вот на основании вот этой поездки будет технология. То есть, вот, что брать с собой, как бы, потому что, вот, даже имея тот арсенал, который имею я, это лаборатория целая. То есть, он весь ограничен. Этот арсенал весь ограничен. То есть, по сути, когда ты фотографируешь в каком-то городе, ты не знаешь, что с собой взять. То есть, по сути, каждый раз, беря фотоаппарат, а у всех людей один фотоаппарат. Один, ну, максимум два. Три. Ну, три. Десять. Ну, хорошо, десять фотоаппаратов. Весь арсенал ограничен. Безусловно. И вот, например, тот же, вот, вариант TL2. Да. Я вот, ну, не просто, я давно о ней думаю, уже, как бы, два года в этой камере, как бы, и вот она меня никак не торкала, вот, до этой поездки. Я понимаю, что если бы у меня была TL2 с собой, с определенным набором, и можно было бы угадывать объектив к ней, то я бы, ну, намного эффективнее Тоскану отснял, чем любой другой камерой. Да, потому что, например, вот в Венеции, там вот та камера, которая у меня была, ME, Leica, и 28-35-53 фикса в одном, как бы, это идеальная, ну, как бы, машина для того, чтобы сработать в Венеции. То есть я угадал Венецию этим, как бы, объективом. И поэтому получил такие фотографии. Я просто угадал. Это случайность. Это случайность. Я ее угадал просто. Когда я ехал в этот город, вот, в котором мы были, Иерусалим, в горах, вот, Малый Иерусалим, вот, Доминьяно, да, или как он? Сан-Джиминьяно, или? Сан-Джиминьяно. А, нет. Нет, Доминьяно. Петельяно. Когда я был в Петельяно, я почти угадал конфигурацию. Я ее почти угадал для фотографии. Это дорогого стоит, ну, то есть съездить хрен знает куда, и у тебя будет не та камера. Это дорогое удовольствие вообще. Очень дорогое. Смотри дальше. И особенно, вот, я смотрел на этих вещей с двух точек зрения, с научной точки зрения, как документирование доказательств, и с художественной точки зрения, как фотограф, одновременно. И я понимаю, что если у тебя не та камера, ты просто, ну, художника, вот этого фотографа, раскрыть не сможешь. То есть не та камера ставит крест на поездки. Ну, вообще. То есть то, что мог бы показать художник, ну, как бы, он не покажет. То есть не сможет просто. Например, Сиена. Ты приедешь в Сиену, ну, и приехали. Ну, все. То есть, я даже сейчас затрудняюсь сказать, какая камера нужна в Сиене. Пока у меня нет даже, ну, вот, мыслей по этому поводу. При такой конфигурации города, где вот такие улицы и 12-метровые стены, я пока вот даже затрудняюсь сказать, как вот там раскрыться фотографу. Да только это какой-нибудь лейт-люкс брать, панорамный, разве что. Ну, вот, может быть. Я просто не знаю. Ну, вот, по сути своей... Вот я имею в виду, если брать электронику, то есть дальномеры и так далее, и тому подобное. Что взять? Вот при такой конфигурации, потом выходишь, вот такие одна площадь, потом опять поднимаешься, вот такие ступеньки, как бы, вот так они, 75 градусов, как бы. Вот что взять? Упоры. Вот Иваныч не даст соврать, он на Фуджи фотографировал. Там упор, у Димы широкий угол на обратку среднего формата. Он аж вот так выгибался оттуда, чтобы, ну, весь собор. То есть там вот, ну, точку найти, как сфотографировать весь собор, вот, лучше всего хоптером. Ну, взлететь и хоптером фотографировать. Потому что с места, вот, даже отойдя под любым углом, очень тяжело, как бы, даже широким углом, даже если бы 21 был, вот такой, без загнутых углов, просто плоскость. А вот, наверное, если бы был двойной Хаслблат, вот, если бы два раза бы, вот, его полоску вот эту расширенную, то она бы стала, вот, вот, просто, вот, фронтально. Ну, цифровых таких нет. Да, в том-то все и дело. И я понимаю, что, вот, что-то лучше пленкой фотографировать было бы вообще. Да, подождать, но получить кадры, ну, которые раскрывают художника, ну, как бы, вот, те кадры, которые нужны. Которые будут нести и эстетическую функцию, и научную одновременно нагрузку, соединенные вместе. Вот, как Шеллинг говорил, момент, да, то есть, как бы, соединения. Божественного и земного, да, то есть. А с другой стороны, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что, вот, нужно 10 раз подумать, какой фотоаппарат туда с собой брать, потому что, ну, тут, я просто представляю себе, вот, нет экспедиционной группы, например, да, я один приехал. Вот, я машину поставил на паркинг, я вышел, вот, у меня сумка. Ну, предположим, у меня там среднеформатная камера широкая, там, 28 где-то, в пересчете на 35 миллиметров. Есть, там, длинный, есть, там, какой-то небольшой зум какой-то. Вот, я думаю, что, что мне делать, как бы. Вот, я смотрю на это, на все. Сразу у меня панорама вот такая, ну, мне вот это бы все снять, у меня такого угла нет, чтобы это все снять. То есть, получается, что-то типа, ну, вайделюкса нужно для того, чтобы это все снять. Тогда нужен, вероятнее всего, штатив, потому что там ее не удержишь, ну, на таких углах, да. Потом, дальше ты начинаешь двигаться к этой синагоге просто по трапу. Начинаешь движать, все закрыто. Ну, фотографирует только, то есть, только точки можно фотографировать. То есть, узкие, узкие точки, нужен длинный объектив, 200, ну, 72. То есть, по сути, ты, вторая камера нужна. Хватит ли 200? Вопрос, огромный, как бы, там, потому что там углы, ну, и длинные эти углы, как бы. В следующий момент поднимаешься, начинаются вот эти этажерки, ну, сверху, начинаешь горизонтально двигаться, куча проемов. Опять нужны длинные, длинная камера, и опять это все, нужны моменты определенные, позиции. Ну, то есть, получается, ну, с собой надо или арсенал тащить, два рюкзака или три, и успевать их дергать каким-то образом из рюкзака, как бы. Второй вариант, надо какую-то среднюю камеру найти, которая позволит все это решить. И вот, как бы, пока вот у меня загадка Сиены, она, как бы, до сих пор. То есть, я думаю, вот, что бы я взял, вот, из того, что я существует в мире, да, какую, какую камеру, которая бы решила эту задачу. Да, и вот пока вот у меня ничего в голову мне не приходит, потому что нам нужны и квадраты, и эти, ну, то есть, получается, ну, полный дурдом. Или две камеры. Ну, в любом случае, вот, я убедился, что для экспедиционного корпуса, то есть, нужен, особенно на взломе, нужен длинный зум, нужен длинный зум, обязательно с собой, как бы, постоянно висящий, вот, где-то здесь. То есть, вот, по сути своей, в экспедиционном корпусе, ну, обязательно нужен длинный зум, как бы, на взломе. Потому что, когда ты едешь, то, когда ты, вот, почему, почему мы попали в такую ситуацию, даже при наличии лаборатории? Ну, мы все справились, все сделали. Все очень, как бы, просто. Дело в том, что мы привыкли к югу, мы точно знаем, что нужно. Мы к югу привыкли, а мы приехали на север, а здесь все не так, вообще, перепады не те, все не то, как бы, города не те. То есть, две задачи ставим, как бы, одну для художников, другую для ученых. То есть, и соединяем эти две задачи в одну. Да, то есть, и, получается, там, в любом случае, так сказать, и ту, и ту задачу нужно выполнять, потому что есть книги, есть иллюстрации, есть, как бы, альбомы, есть экспедиционные, ну, как бы, вещи, которые нужно показывать людям уже, ну, в эстетической форме, я бы сказал так. Журналы, статьи, все это. Конечно, да, но нам это все все равно нужно. Потому что и художественная форма, и научная форма, они должны соединяться, как у Шеллинга, в одно. И вот здесь я, как бы, хотел бы разработать технологию, которая позволяет предварительно проанализировать город и выбрать точно конфигурацию аппаратуры, которая позволит полностью исследовать, с одной стороны, этот город при помощи фотоаппарата, а с другой стороны, раскрыть фотохудожника настолько, что, насколько его потенциал в настоящий момент времени профессионально позволяет. Да, это будет очень серьезная технология, которая, как минимум, сэкономит много денег людям, которые занимаются этим делом, с одной стороны, а с другой стороны, даст возможность раскрыться.